И в списке мы что-то все-таки сумели сделать. Все вы знаете нашу команду, по крайней мере из предыдущих спринтеров. Однако, сейчас я акцентирую внимание не на последнем файлите, а на разработке в целом. Что каждый член команды сделал. Вильямер Колье разработал самый первый эскиз базы данных, его потом продемонстрировал и сумел реализовать серверную часть. Иван Каловодизников разработал скрипт по сбору данных и локационной информации. Основной момент его работы заключался в том, чтобы реализовать горизонтальную масштабируемость работы скрипта. У него это получилось. Я потом-то, позже, опять про это расскажу. Ну, собственно, я занимался менеджментом проекта. Солом Марган разработал по большей части дизайн сайта. И вместе с Шаумом Ясином разработали всю работу сайта. Все логические части, все взаимодействия с интерфейсами. Что было использовано в процессе работы? Вот это... В процессе разработки сайта были использованы HTML, CSS, JavaScript и PHP программирование. Подключали Google Map к API версию третью. База данных была использована на NDB-кластере. Парсер писался на Python 3 с использованием Twitter API. Какие требования были заявлены в самом начале, во время самого первого спрета? Автоматический сбор данных. Он был реализован за счет усилий нашего товарища Ивана Колотезникова, за счет как раз этого парсера. Горизонтальная масштабируемость сбора данных. Парсер в действительности поддерживал распределение на несколько процессов и параллельный сбор данных. Глубокие сборы геолокационной информации. К сожалению, мы это не успели сделать. Я не знаю. Что это? Глубокие сборы геолокационной информации. Это сборы геолокационной информации, в том числе и сообщений пользователей. И из фотографий. Такое было? Да, мы хотели бы увидеть ТЗ, которое ты хотел. Хранение большого числа записей. Поскольку мы запустили базу данных, то естественно мы можем хранить очень большое количество записей. И мы даже имеем горизонтальное масштабирование базы данных. То бишь распределять эту базу данных на несколько компьютеров и хранить ее там. Ну и отображение геолокационной информации. Это было реализовано на самом сайте при помощи Google Maps API. Вот она, первый эскиз базы данных. Может быть некоторые помнят этот крестик. Тут избыточное количество таблиц. Ссылка на твит. Сам твит. Пользователи разместивших твит. Отсылки. Теги. Ну в общем, она у нас была признана неэффективной и сокращена до двух таблиц. Да, собственно говоря, таблицы пользователей и таблицы самих твитов. Которые включают в себя ID пользователя. Ну и соответственно так привязывают сообщение к какому-то пользователю. Тут есть небольшая возможность для расширения функциональности программы. Это более приоритет у пользователя. Она подразумевалась для особо активных пользователей, которые очень часто постили бы твиты. Но так как наш проект, к сожалению, имел и временные, и физические рамки, то мы этого реализовать не успеем. Вот самая первая версия сайта. Как вы видите, тут присутствует только поле ввода для имени пользователя, кнопка запуска и, собственно говоря, оглавление. Ни карты, ни поле для вывода информации по твитам у нас не было. В конечном итоге мы получили вот такой вот вариант. Здесь есть то же самое поле для ввода имени пользователя. Но тут, к сожалению, не особо видно это интервал времени. Более ввода даты, временного интервала от и до, кнопка запуска, информация о нас, сама геологикационная карта, оглавление, информация по твитам, включающая в себя текст, дату и место. И счетчик самих твитов в базе данных. Он реализован и обновляется он онлайн. Ну вот немного бэкэнда. Как работает сайт? Сама страница написана на PHP. Графический интерфейс написан на HTML и CSS. При помощи JavaScript был подключен в Google Maps API. И при помощи SQL-запросов выполняется сбор информации с базы данных. Как работает в ПАПСе? Есть основной процесс, который запускает, возможно запускать несколько процессов партии REST, которые, в свою очередь, собирают твиты из массива твитов. Пользователи собираются при помощи процесса стрим-парсер и при помощи стрим-апи. Загружается в базу данных и пользователи передаются в основной процесс и выдаются REST парсер. Те, кто помнят, тебе, да, тебе споткнули. Да-да-да. А можно будет потом кого-нибудь кроме Бланка Маркоса посмотреть? Да, у вас базит, да. Скажите честно, у вас один пользователь базит. У нас в базе много пользователей. Но у некоторых пользователей не видно. У нас 41, 670, 33 тысячи. Не совсем отображается геолокационная информация. Ну, понятно, хотелось бы посмотреть еще кого-нибудь. Просто я помню, что у нас тут старики, что у нас там есть. Давай, давай. А можно всех узнать? Ну, как-то так. Всех. Судя по показателям, человек чеканист. Какого еще чеканиста? Родный нефильм. Не, реально чеканист. Показывает, что все есть. Только это чеканист. Из-за движка. Там без каунта. Они же опрашивают сервис. Ну, то есть... Я же по этой части, это нормально. А то у нас есть транспорт. А, ладно. На выбор. Какого? Раньше была санкционарная группа ваша, потому что там где-то хороша, а потом уже другая на выбор. Не забавно. Я не боюсь. 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 Да. Я не боюсь. Вот я, выиграл интервал. О, это чувак с Украины, она идёт по ней катать. Да кликни тогда на 47. Да, там просто написано… Ну так, к сожалению, что-то похоже с котировочкой… …лимножечко. Можно фигнуть на 2. Я даже задам вам вопрос, а что случилось с ЮНИЦУ? Ну, а? Ну как он жалуется… Скукот его обратно… Можно просто кликнуть на 45, и это всё пойдёт. И что? Вы кликните на 45… Щёлкните… Щёлкните на жилет! Ха-ха-ха-ха… Ну давай другого, кто там был. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok